Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Мы приветствуем вас на передаче «Якут сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина. Я являюсь директором благотворительного фонда «Харасхал». Мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему с моими красивыми и прекрасными гостями, которые являются не только красивыми женщинами, но и профессионалами. И как раз-таки об их профессиональной деятельности мы сегодня поговорим. У меня в гостях Любовь Вертецкая, замдиректора школы номер 35. И директор детского сада «Звёздочка» Елена Черных. Приветствуем наших гостей. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Для начала я предлагаю нам с вами поговорить о том, почему вы пришли в свою деятельность, какой у вас опыт работы. Я знаю, что Любовь раньше работала логопедом. Как вы стали заместителем директора школы? Почему вы себя нашли в этом призвании? Мне кажется, этот разговор очень важен, потому что у нас всё же год педагога и наставника. Свою деятельность я начала в 2001 году, как раз-таки со школы номер 35. То есть и по сей день я в этой школе работаю. Одна запись трудовой книги. Да, практически да. Я проработала 22 года учителем-логопедом. И знаю изнутри эту работу, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с речевыми нарушениями. Знаю, как найти подход к ребёнку, их особенности. И поэтому, когда школа стала развиваться в других направлениях, инклюзивной практики, допустим, мы открывали ресурсные классы, классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, конечно, мне было несложно организовать эту работу. Но сначала, наверное, было сложно, потому что вы на самом деле такие первопроходцы, по сути, да? Ваша школа в Якутске по открытию вот такого рода практик. Или нет? Ну да, директор школы Амосова Лидия Георгиевна, у неё какое-то чутьё внутреннее есть. Даже ещё не было в идее, наверное, стандарта, федерального государства образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она уже пробовала какие-то новые практики. Школа вообще открывалась 30 лет назад как школа индивидуального обучения на дому. То есть все дети со слабленным здоровьем, дети с инвалидностью, они обучали в школе на дому. И учителя тоже только на дому обучали. Это было очень маленькое здание школы. Да, старое деревянное здание. Потом, конечно, со временем нас построили. Теперь у нас современное новое здание. И для того, чтобы она понимала, что дети с домашнего обучения должны иметь шанс перейти в общеобразовательную школу по месту жительства. Как это сделать, как помочь им пройти социализацию, адаптацию. С учетом того, что они знают только родителя и приходящего учителя. Да, поэтому, конечно, как эксперимент. У нас были открыты классы реабилитации, так они тогда назывались. Конечно, количество детей в классах было небольшое. Еще 10-15 человек. Некоторые из них переходили в школу по месту жительства, некоторые дети оставались обучаться до конца, до получения аттестата, до 11 класса. А потом уже, конечно, появился стандарт для детей с УВЗ, и уже это как-то обозначилось более правильной, уже юридически. У школы появилось здание. И самое важное, что сейчас уже настоящая очередь, на самом деле, к вам в школу, чтобы прийти и учиться в 35-й школе. Да, есть такой момент. Такой небольшой ажиотаж. Да, но все-таки в школу мы принимаем детей, проживающих по закрепленной территории за нашей школой. И если среди них есть детки с УВЗ, то, конечно, для них мы все необходимые условия организуем. Спасибо большое. Елена Сергеевна, детский со-звездочка, новое, невероятно красивое здание на самом деле, на берегу реки находится. К вам тоже ходят особенные ребятишки. Сколько их у вас, и почему вы решили, что ваш детский сад будет заниматься таким профилем? Здравствуйте. Ребятишек у нас достаточно много. 160 человек с разными нозологиями, задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра, умственной отсталой. И они разные категории, от сложного до легкого. Как мы пришли к этому, детский сад на Грессе у нас был. Я пришла туда заведующей в 97-м году. И там была одна лишь всего маленькая группка, где дети были с синдромом Дауна, такие более-менее не со сложными диагнозами. И вот они сидели в этой группе, сидели-сидели. И я уже поняла, что детям надо выходить. С чего пришла эта мысль о инклюзии, что детям самим собой играть неинтересно. Им надо видеть пример, как учиться ползать, играть, взаимодействовать. И поэтому мы постепенно начали их выводить в люди. Сначала на прогулках, потом начали объединять детей с нормотипичным развитием. На праздниках. И аппетит приходит во время еды. И понятно, я когда окунулась в это, поняла, что детей на самом деле много. То, что мы даём 5-7 деткам возможность побывать в детском саду, это капли. Это капли в море. И тем более, потом уже, немного спустя времени, наконец-то весь мир открылся для них. Родители не стали стесняться, не стали скрываться. То есть они сами желали, чтобы их дети социализировались, выходили, так сказать, в люди. И вот мы жили-поживали так. И когда появилась возможность, то есть я, конечно, ходила, просила. И Евдокия Ивановна мне очень, я всегда помогла с определением этого здания. Понятно, что оно не специальное. Оно всё-таки строилось для нормотипичных детей. Понятно, что мы как-то приспосабливаемся под него, оно под нас. Мы его перестраиваем внутри. Но, по крайней мере, что мы сейчас можем делать, мы, конечно, делаем. И сейчас у нас в саду 15 групп. В этом у нас 5 групп инклюзивных. Эти группы называются инклюзивные или компенсирующие? Нет, вообще, они называются комбинированные. Комбинированные. По инклюзиве, как бы у нас ещё в законе таких видов групп нет. Но это инклюзивные группы, где ходят, например, 20 детей здоровых с нормотипичным развитием и 5, а то и 9 детей с ОВЗ. А эти дети уже адаптированные. Эти дети не просто взяли, мы их и включили. Нет, они прошли все наши стадии. От группы кратковременного пребывания, где-то кто-то перешёл в группу компенсирующей направленности. Кого-то, да, мы сразу определяем в инклюзивную группу. Всё зависит от нозологии, от состояния тяжести. От ребёнка, в первую очередь, и от наших возможностей. У нас вот прямо ребёнок постоянно движется. Мы вот вперёд, идти нужно вперёд, и мы вместе с ним идём. Уже несколько раз сказали это слово, инклюзия, инклюзия. Что лично для вас инклюзия, Елена Сергеевна? Инклюзия — это когда ребёнок включается в общество, и вся инфраструктура, всё вокруг, весь мир, он тоже к нему приближается, также адаптируется к ребёнку, а ребёнок — к обществу. И вот когда вот эти грани, они растворяются, вот это и есть инклюзия. Спасибо. Любовь, вы как думаете, что такое инклюзия лично для вас? Как вы это понимание для себя определяете? Ну, это прежде всего включение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, с какими-то особенностями, в среду нормотипичных сверстников. То есть пример инклюзивного обучения является обычный класс общеобразовательный, в обычной общеобразовательной школе, в которой на рейду с нормально развивающимися сверстниками учится ребёнок с ОВЗ. Ну, просто так это не происходит, да? Не просто он там находится и всё. Он, конечно, понятно, что это в первую очередь для социализации нужно. Но для такого ребёнка обязательно нужно создать специальные условия. Это и финансовые, кадровые условия, да? То есть специалисты, которые им оказывают коррекционную помощь, учитель должен обязательно понимать, знать, быть обучен. Да, обязательно. Как и воспитатель, в принципе, да? Да. Любой педагог, который работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть, ну, по поводу кадров, да, иногда есть необходимость помощи ассистента или тьютера. Вот, что, конечно, во многих школах таких специалистов ещё нет, или их совсем мало, да? Потом, кроме этого, это, конечно, материально-технические условия. Это специальные какие-то пособия, средства обучения, это мебель. Очень многие пособия педагоги сами разрабатывают, да, под себя, что-то придумывают, выдумывают, да, скорее всего. Да, особенно вот специалисты узкого профиля, логопеды, дефектологи. Они очень творческие. У нас даже в городе специальные конкурсы проходят наглядно-дидактические пособия для таких специалистов. Вот, ну, есть специальные пособия всё-таки, которые государство может снабдить, обеспечить школу, да. Это всем известные пандусы, лифты для передвижения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть обеспечение доступности для таких ребят. Безбарьерная среда. А сколько у вас ребят, нуждающихся в обеспечении доступности, учатся в школе? Именно детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Так, ну, у нас 12 учащихся, из них 5 обучаются непосредственно в школе, трое из них передвигаются на инвалидной коляске. То есть у них для передвижения нет никаких преград и препятствий. У нас 2 лифта в школе, и где бы ни проходил урок, на каком бы этаже проблем нет в этом. И дети, причем, не пользуются услугами ассистента или тьютера для передвижения. То есть они самостоятельные. Самостоятельные или одноклассники помогают. Это, кстати, очень важно. То есть инклюзия – это про то, что мы не сегрегируем, не отделяем, а развиваемся вместе, но к этому нужно готовиться. Да, общество должно быть толерантным. Бывали ли у вас такие практики, что родители нормотипичных ребят как-то не очень согласны, чтобы, например, в их классе или в группе находился ребенок с особенностями? Было ли такое, и как из этого выходили? Ну, напрямую конкретных таких конфликтных ситуаций не было. Но я думаю, они могли бы возникнуть только в том случае, если ребенок включается в инклюзию неподготовленный. Ну, для примера, это может быть такой диагноз, как расстройство аутистического спектра. Все-таки оно напрямую связано с… Когда его тревожат громкие звуки, он может быть кричать и так далее. Да, то есть неготовые дети, они не знают, как на это реагировать. Вот в этом бывают сложности. Но для таких деток есть классы для детей с УВЗ и ресурсные классы. Вот совершенно новое сейчас веяние времени. Такая форма очень… В группах такие бывают? То есть, вообще, потому что мы с вами говорим, что есть образовательные учреждения, которые готовы. Вы понимаете, чем вы занимаетесь. А есть родители, которые могут быть иногда не готовы. К сожалению, как с ними ведется работа? Первое время мы вообще очень часто с этим сталкивались, когда мы начинали на Грессе. Там прямо вот он начал косить, вот он начал хромать. Ну, то есть вот… А, да? Да, что дети начнут… Дети вообще не как промокашки же. Ну, конечно, они копируют. Они копируют поведение. Да, да, да. И там уже работа с родителями, что подождите, сейчас мы вот… Ребёнок должен привыкнуть, родители должны привыкнуть. А вообще, я хочу так на детей перевести, а дети же не понимают, они между… Нет разницы. То есть разница – это в головах у родителей, у взрослых. А ребёнок, они как бы вот детей, равных себе, равных по возрасту, они не видят разницы. Они не видят каких-то. Да, я просто на племяннице своей это испытала. Ходила она ко мне в летний период. Там были в группе довольно-таки тяжёлые дети, тревожные, такие активные. И я её спросила, а как вот этот мальчик? А как он? Нормально. То есть дети не замечают. Это, к сожалению, в головах у взрослых. Это в головах у взрослых. Но всё же, чтобы у нас было инклюзивное общество и по-настоящему развивалось инклюзивное образование, это нужно понимание родителей, да, что вот так можно, так тоже можно, и это тоже нужно помогать тем, кто приходит в группу, в класс и так далее. Мы уже начали говорить про педагогов, про необходимость их подготовки. У вас есть ассоциация. Вы в неё объединились энное время назад, да, под названием «Рассвет». Что это за ассоциация, кто там состоит и для чего она родилась? Ну вот создать эту ассоциацию сподвигли педагоги 28-й школы-интерната для детей с ОВЗ. У них открыты ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра. К нам говорят, что поступил вопрос в прямой эфир, мы продолжим после того, как ответим. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот ребёнок с ОВЗ у меня учится в образовательной школе, да? Угу. Ему обучение под адаптированное образовательное программ, основное общеобразование, там номер всё такое есть, по ФГОС, номер 287. Так, и вот у меня вопрос. Школа как бы не придерживается, например, именно вот адаптированной программы, а как таковой? Я не понимаю, вот ФГОС, как надо, вот... Они должны придерживаться, как я могу добиться, чтобы они придерживались вот этой адаптированной программы? Очень хороший вопрос, да. Сможете ответить на него? Да, конечно. Основным документом, который подтверждает статус ребёнка с ОВЗ, является заключение ПМПК. И когда родители предоставляют школу это заключение, кроме него они обязательно должны написать заявление в письменной форме о том, что они просят создать им, разработать адаптированную образовательную программу. К ней, конечно, основным документом ещё является индивидуальный учебный план. У каждого класса в школе есть учебный план. А ребёнку с ОВЗ, в соответствии с заключением ПК, будет разработан индивидуальный учебный план. Учебный план состоит из обязательной части, то есть там прописаны учебные предметы, такие как русский язык, математика, изобразительное искусство и так далее. Также есть, что очень важно для ребёнка с ОВЗ, это коррекционная работа. И вот здесь-таки это будет индивидуальная как раз работа с ребёнком. Это коррекционные занятия со специалистами, которые имеются в школе. Если какой-то специалист необходим ребёнку, его в школе, допустим, нет, в штатном расписании, то можно обратиться в центры, в какие-то другие учреждения, где такой специалист имеется. Допустим, логопед-психолог есть у нас в ЦПМСС. В центре психологической поддержки. Да, например, туда. То есть в сотрудничестве с другими учреждениями тоже можно организовать коррекционную помощь ребёнку. То есть, резюмируя, маме нужно подать заявление руководству школы о том, чтобы эта программа была разработана и чтобы это заявление у неё было принято. Да, конечно. Всё как положено, заявление пишется. Потому что было в вопросе, куда биться, куда идти. То есть нужно написать. В случае, если это заявление вдруг не будет принято, например, такого возможно, не может быть такого. Нет, родители должны оставить заявление в приёмной школе, поставить входящий номер. И, конечно же, администрация школы будет реагировать на это заявление. И это, в принципе, не новое веяние времени. Это уже стандарт существует довольно-таки давно. И все школы знают, как действовать. Просто единственное, возникать могут быть вопросы в оказании коррекционной помощи, если нет специалистов. Тогда я уже озвучила, что может быть. Вот тогда нужно подсказать о том, что возможно взаимодействие с другими структурами. Любая школа по месту жительства должна обеспечить все специальные условия для ребёнка. Я очень надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Если сложности у вас всё же с написанием заявлений или с пониманием, как это лучше сделать, можете обращаться в фонд Харасхал. У нас есть юрист, который вам подскажет. Контактные телефоны есть во всех наших соцсетях и на сайте нашего фонда. Поэтому добро пожаловать. Мы вам поможем с правовой точки зрения. Начали мы говорить про ассоциацию «Рассвет», про 28-ю школу, что у педагогов возникло желание объединиться. Потому что существует такое мнение в обществе, что это все школы, детские сады, педагоги, родители даже, других здоровых деток, они не знают, как общаться с этими детьми. И детьми с расстройствами аутистического спектра. Не знают, как к ним подойти, как успокоить. Школы не знают, как организовать учебный процесс. То есть это очень сложная категория деток, и они все разные. И по интеллекту разные, и по уровню социализации. Коммуникативные навыки у них развиты у всех по-разному. Очень многое зависит от самого ребенка. Насколько рано был поставлен этот диагноз. Насколько рано родители стали заниматься коррекцией поведения у такого ребенка. То есть некоторые к школе нормализуют этот процесс. У некоторых, некоторые только диагноз деткам ставят перед школой. Это все очень сложно, они все разные. И мы объединились с той целью, чтобы помочь обществу принять таких детей. И чтобы дети имели право, вернее, не право, а право-то у них есть, возможность устроиться в школу по месту жительства. И чтобы никто не боялся организовать процесс. Несмотря на то, что мы совсем недавно существуем. А сколько вы существуете? Мы существуем с марта 2022 года. Всего год. Я поздравляю вас с годовщиной ассоциации. Спасибо. И в наш координационный совет, у нас есть свой совет, в который входим мы с Леной Сергеевной. Я являюсь председателем. Представители ПМПК у нас, управление образованием. У нас есть свой клинический психолог Казакова Ирина Михайловна. К нам подключился абилитационный центр «Особый ребёнок» с Крявиной Инойна Валерьевна. Они специализируются прямо на работе с детками с расстройством эстетического спектра. То есть мы составили... Кафедра дефектологии. Да, кафедра дефектологии Юдина Ирина Александровна. Мы уходим с вами на перерыв. После перерыва поговорим о том, какое мероприятие мы готовим совместно с Ассоциацией педагогов «Рассвет». Не переключайтесь. И снова мы приветствуем вас на передаче «Якутс. Сегодня». Мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете звонить, задавать свои вопросы по телефону 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните. Тема нашего эфира сегодня – инклюзивное образование. Что это такое? Что это такое для педагогов, для родителей? Мы говорили уже до перерыва о том, как у нас реализуется в Якутске инклюзивное образование. Является ли это сейчас проблемой или это такая благость в развитии, как говорится, то, над чем всем нам нужно работать. И совместно с фондом «Харэсхал» Ассоциация «Рассвет» «Оно особый ребенок» проводит 6 апреля форум, который как раз-таки будет посвящен инклюзивному образованию. Можно подробнее про этот форум, про что он и кого мы приглашаем на него? Пожалуйста. Кто первый? Наш форум называется «Инклюзивное образование проблемы, практики, ресурсы». Об этом мы и будем разговаривать. На форум приглашаются педагоги, практики, руководители образовательных учреждений, коммерческие организации, фонды. То есть все люди заинтересованы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Мы хотим обменяться опытом, обменяться практиками, поговорить об этом и попробовать сформулировать какое-то решение, выход из этой ситуации, если такая имеется. Потому что есть общие проблемы на самом деле, и решать их нужно сообща. Я знаю, что у нашего населения иногда вызывает уже оскомину слово «форум», что вот они снова собираются на эти форумы, зачем они нужны. Для понимания всех наших слушателей форум мы проводим абсолютно без какого-то государственного финансирования, то есть буквально на энтузиазме, можно так сказать. Форматы участия в форуме какие предполагаются? Форматы как очное, так и заочное участие. И также предусмотрено просто участие в качестве слушателя. То есть здесь привлекаются люди не только те, которые могут поделиться своим опытом, но и, естественно, те, которые хотят принять опыт, которые хотят что-то новое узнать и применять у себя тоже на практике в своих учреждениях. Поэтому у нас сейчас идёт запись на выступление, опять-таки, очное или заочное. Очное у нас будет проходить в точке кипения, в очень современном здании, комфортных условиях. Будет небольшая у нас вступительная часть, где будем знакомиться и выступать спикеры именно с высокой сцены. Ну, это очень уютная обстановка. А потом все наши слушатели очные разделятся на две команды. На дошкольную секцию и школьную секцию. И там уже в каждой своей секции будет делиться, либо слушать, принимать информацию. Да, и параллельно будет вестись трансляция на YouTube-канале. На YouTube-канале, да, на YouTube-канале нашего фонда зарегистрироваться для участия ещё возможно. До 31-го числа мы принимаем, до 3-го числа регистрация, до 31-го принимаем. Что лично вы ждёте от этого форума? Ну, понятно, что обмен практиками, да, вы тоже проговорили. Что ещё хотелось бы? Ну, хотелось бы услышать что-нибудь новенькое, чтобы мы тоже сами могли это применить. Какие-то интересные технологии. Понятно, да, что мы очень, например, в детском саду, мы с творческой группой всё придумали. Нам, конечно, Ирина Александровна Юдина помогла, то есть кафедра дефектологии. Мы не самоучки, много обучились, но охота знаний. Знаний. Да, не только поделиться, но и приобрести. Какие-то прямо новенькие фишки. Да, да, фишки такие, что можно было использовать. По работе. Любовь, а вы что, вот лично для себя ждёте от форума? Вы будете модерировать секцию для... Да, школьную секцию. Школьную секцию. Ну, я бы хотела показать всем опыт работы нашей школы. Что так можно организовать. Так всё возможно сделать. Главное — подойти к этому делу с любовью. И не бояться ничего, много изучать литературу, перенимать другой опыт, чтобы сделать это всё качественно. И тогда, конечно, будет результат, и все будут довольны. И не забывать о том, что в этой сфере очень важно, чтобы были задействованы все участники образовательных отношений. Родители, дети, педагоги, администрация. То есть все должны принимать в этом участие, тогда обязательно будет результат. Ну, у нас зарегистрировано сейчас на участие довольно-таки уже много человек, но всё же заявки принимаются. Если вы хотите услышать опыт 35-й школы или принести свои фишки, рассказать о том, как вы организуете работу с ребятишками с инвалидностью с ОВЗ в условиях образовательной организации, в том числе доп. образования, да? Да, конечно. Те, кто ведут кружки студии, тоже же могут принимать участие. Вот, поэтому регистрируйтесь, ссылка у нас есть на сайте фонда Харасхал и в социальных сетях традиционно. Всегда по итогам какого-то мероприятия форума что-то выходит, рождается. Что будет по итогам вот этого форума, который пройдёт 6 апреля? Я думаю, это будет резолюция. То есть мы все вместе соберёмся, мы обсудим какие-то насущные проблемы. Как я уже сказала, тут будут освещены наилучшие практики. В общем-таки глобальные практики или какие-то индивидуальные практики, допустим, в части изготовления какого-то уникального пособия. Или какие-то фишки, как уже озвучили, при работе с конкретной категорией детей. Потому что это очень важно. И я думаю, мы найдём, предложим свои решения, своё видение решений проблем, которые всё-таки существуют при организации инклюзивного образования. Эти проблемы сейчас существуют в первую очередь где? На законодательном уровне? То есть нормативов не хватает? Или не хватает, не знаю, компетенций у руководителей? То есть вот как вы видите, в чём проблема? Мы уже сейчас эту проблему поднимаем. Мне кажется, что можно сказать буквально несколько слов для того, чтобы такую затравку о том, о чём можно будет поговорить на форуме. Вот как вы видите, в чём сейчас проблема? Ну, проблема, помимо того, что психологически нужно быть к этому готовым и хотеть. Да, и не все могут, и не все могут работать. Я о чём говорю, что это очень трудно, не каждому дано принять. Да. Ну, естественно, нормативно. Всё упирается, к сожалению, на деньги. И норматив таков, то есть сейчас у нас как деньги идут за детьми. Да. Есть у нас не то чтобы критерии, а норматив финансирования. Да, если вот у нас, я беру свой детский сад, на норму типичного ребёнка идёт коэффициент 1,8, то для более сложного, самый дорогой оплачиваемый ребёнок, да, это ребёнок с нарушением упорно-двигательного аппарата, коэффициент 4. И, казалось бы, да, в два раза больше коэффициент. И, пожалуйста, вот ты должен обеспечить группу эту, помимо двух воспитателей, логопедом, дефектологом, психологом. Но мы забываем, что в общеобразовательном группе 30 человек, а здесь-то 12. И вы поделите, то есть, ну, никак, и поэтому даже хотелось бы многим, может быть, и иметь в штате дефектолога, логопеда, тьютеров, ассистентов, да, что сейчас мы все родители, да, вы должны быть обязаны, но, к сожалению, нам им нечем зарплату платить. Поэтому наш форум будет ставить вот задачу туда выше, да, чтобы пересмотреть вот эти нормативы. Цифры, как бы, да, в два раза, но на самом деле получается нехватка. Довольно-таки амбициозная задача, на самом деле, но мне тоже кажется, что что-то сдвинуть может только профессиональное сообщество, да. То сообщество, которое знает, понимает и ежедневно работает с нашей категорией ребятишек. Какое-то еще, вот, может быть, проблемное поле будет подниматься по поводу подготовки кадров. Вот как вот к вам приходят новые молоденькие педагоги, насколько они подготовлены и готовы вообще работать? Или вы потом их доготавливаете, допекаете? Ну, потом мы и допекаем практикой, да? Практикой, да, да. Теоретически они подкованы. Подкованы, но все равно человек должен всегда заниматься своим самообразованием. Это не просто чтение литературы, интернет-источников, но это какие-то хорошие, качественные курсы не для удостоверения, а для конкретных, для приобретения конкретных знаний, чтобы их можно было применить на практике. Вот, поэтому, конечно, образование обязательно, особенно это касается, ну, не только специалистов узкого профиля, да, логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога, но и учителей, и воспитателей, которые имеют общее базовое образование в какой-то предметной области. И говорят, да, я справлюсь, что я, и с таким справлялся, и да. Нет, дети в этом и особенность, что дети с ограниченными возможностями здоровья, они все разные. Все разные. Да, у них есть, ну, допустим, ребенок слабослышан со своими особенностями, да, там, слабовидящий со своими, но все равно у каждого конкретного ребенка свои индивидуальные особенности. И чтобы их учитывать при проведении урока в школе или занятия в детском саду, нужно знать все эти особенности и знать методы и приемы, как работать с конкретным ребенком. И вот эта подготовка, она должна вестись постоянно. Да, то есть нужно, ну, это как бы общим термином объединяется, да, самообразование. Самообразование. В том числе форум, как такая вот частичка самообразования, да, видимо, будет выступать, потому что, ну, и сертификат планируется, да, к выдаче каждому участнику. И лучшие практики будут опубликованы, хоть в онлайн формате. Но нам нужно подумать, наверное, о публикации еще и в каком-то бумажном виде, может быть, да, вот этих практик. Было бы здорово. Да, смотря, конечно, исходя из того, с какими докладами и идеями к нам придут. Но сейчас уже видно по регистрации, что идеи очень-очень разные. И это прям классно на самом деле. Я, ну, если вы спросите у меня, чего я, спросите у меня, да, чего я ожидаю от этого форума, я ожидаю новых знакомств и горящих глаз. Вот, потому что мне кажется, что педагоги, которые работают с нашими ребятишками, они все сами тоже особенные, да, такие вот нестандартные люди. Поэтому очень хочу познакомиться. Вот, ездила в школу номер три города Покровска, тоже инклюзивного такого формата, да, школа. И там познакомилась с замечательными педагогами. И теперь снова ожидаю встречу с ними же, чтобы они приехали к нам в гости. Еще несколько слов про форум. Может быть, кто-то будет принимать участие из-за пределов? То есть кто приглашается, кого хотим видеть? Еще? Ну, в форуме примет участие представители, даже руководители психолого-медико-педагогических комиссий территориальной. Это очень важно. Ирина Викторовна Скорая, Ирина Константиновна Попова. Вот, потом Юдина Ирина Александровна, ректор педагогического института. Как раз, когда с тех кадров она будет говорить. Да, Северо-Восточного федерального университета. Она примет участие. Вот. Кто еще у нас там, Лена Сергеевна? Ну, и точно кто-то из-за пределов республики. Я думаю, что... Ну, сейчас, по крайней мере... Пока мы ищем еще. Да, да, да. То есть есть возможность. Кстати, если у кого-то, вот у слушателей есть прям вот хорошая практика... Не практика, а хорошее знакомство, да? Они могут уже нам позвонить и сказать, вот прямо если вы послушаете вот этого человека, это будет просто кладь, да, то, пожалуйста, еще у нас есть возможность. Да, это точно. Ну, и родителей мы приглашаем быть слушателями через онлайн-формат, смотреть прямой эфир, знакомиться. Не приглашаем в качестве выступающих просто потому, что, ну, будет более такая вот история про работу в образовательных организациях, да? Отлично. Как вы видите на будущее после форума, в том числе развитие вот вашей ассоциации педагогов, которые работают с ребятишками с РАС? Вообще, эта категория детей с инвалидностью самая растущая, да, насколько я понимаю. Постоянно увеличится их количество. Почему, кстати, и как вообще, вот что в будущем вы еще планируете в своей ассоциации придумать, сделать? Если как-то обсуждали ранее эти планы, ну, скорее всего, обсуждали. Мы же организовались для того, чтобы мы друг другу помогали, поддерживали, и как-то, видимо, надо будет уже нашу работу организовывать в виде практикоориентированной, скажем, да, что, возможно же, есть, например, в школе или в детском саду ребенок, нет специалиста, то есть уже могут обратиться к нашим членам ассоциаций, и вот уже это надо, механизм этот мы продумаем, и вот сделать что-то, тютерскую службу для специалистов школ и детских садов. Очень хорошо. Это то, чего сейчас не хватает, тем более, что наша категория педагогов, это чаще всего женщины, которые уходят в декреты, и учреждения остаются просто без людей даже. Пользуясь случаями, хотела бы еще всех пригласить к участию в акции, да, ежегодной акции, которая проходит 2 апреля, посвящена она распространению информации о проблеме аутизма. Акция называется «Зажги синим». «Зажги синим», да. В этот день мы приглашаем всех одеваться в синее, рассказывать об том, что такое аутизм в своих социальных сетях со специальной отметкой «Зажги синим», хэштег, да, выкладывать фотографии, говорить, проговаривать, что на самом деле это то заболевание, которое не является настолько уж страшным, как его молюют на самом деле сейчас везде. Да, да, да. Даже, что всё, он неадекватен, его нужно отстранить от общества и так далее, и так далее. Многие великие люди у нас, аутисты. Имели такой диагноз, да. Ну, еще и башня наша зажгется синим, поэтому, уважаемые зрители, если увидите, то вы знаете, почему она горит 2 апреля синим цветом, потому что это день распространения информации о людях с аутизмом. Я очень хотела вам задать этот вопрос. К счастью, у нас еще есть буквально одна минута. Где вы силы берете для своей работы, такой сложной работы? Елена Сергеевна, где вы берете силы? Мой коллектив, моя команда. То есть один в поле не воин, и когда у меня загораются глаза, загораются глаза у моих сотрудников, у моих девочек, ну и обратная связь. Если ко мне приходит какую-то идею, я ее наворачиваю. Потому что я не одна. Да. Вот. Это очень важно. И потом мы же работаем с детьми. Да. А дети – наше счастье. И когда мы их видим, хочется для них сделать все больше и больше. То есть тогда вы силы черпаете в? В детях. В детях, да. Я сама многодетная мама. Ну, на самом деле у вас в школе очень такая теплая, хорошая атмосфера, поэтому я понимаю, почему. Потому что бывает иногда, да, все же заходишь, и вот как-то все такое напряженное, сложное, и наоборот выходишь потом из этого учреждения без сил. А я помню, когда я приходила к вам, я прям наполнялась прям энергией, потому что там живет у вас тепло, на самом деле. И мне очень радостно, что мы вот так вот объединились, что мы делаем вместе одно дело. И я надеюсь, что в этом у нас с вами будет общее, хорошее такое вот развитие в будущем. Приглашаем педагогов нашей республики принимать активное участие в наших мероприятиях. Регистрируйтесь, пожалуйста, на форум, который состоится 6 апреля в «Точке кипения», в таких гибридных форматах, в оффлайн и в онлайн формате. И еще хотелось бы буквально два слова сказать. Частные специалисты тоже же будут принимать участие. Иногда родители наши не готовы, например, оплачивать услуги, не готовы собирать какие-то средства. То есть мы уже завершаем, к сожалению, у нас тут уже время выходит. Частные специалисты мы тоже приглашаем на наш форум. Давайте вместе какие-то совместные проекты рождать для того, чтобы все родители имели возможность развивать своих ребятишек. Я вас благодарю за очень интересный, такой наполненный эфир. Спасибо большое, уважаемые зрители, телезрители, что были сегодня с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...